Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». В этот день мы рассказываем вам о советской истории. Я Любовь Можаева, тема сегодняшнего выпуска Леонид Ильич Прешнев. В номенклатурный верх Брежнева выдвинул Сталин на 19-м съезде партии в 1952 году. Но основная карьера его началась при Хрущеве. Он стал председателем Президиума Верховного Совета, затем секретарем ЦК КПСС. Брежнев был сыном рабочего. Но, окончив техникум, он получил специальность землемира, весьма хлебную в крестьянской стране. Однако с началом коллективизации он решил уйти в индустриальную сферу и выучился на инженера. Жизнь показала, что партийная работа была наиболее перспективной. Руководя партийными организациями в армии, в сельском хозяйстве, в области, на различных региональных уровнях, Брежнев получил большой опыт. И прежде всего опыт кадровой координационной работы. Как правило, представляют два образа Брежнева. Первый – это лидер аппарата, лидер бюрократии, руководитель номенклатуры, лидер нового поколения. Брежнев не участвовал в репрессиях. Он воевал в Великой Отечественной войне. Он тонул на корабле под Новороссийском и чудом спасся. Именно война сформировала в нем навыки смелости, как залога успеха. Именно в войне он получил навыки товарищества, осторожности. Именно там он установил прочные связи в армейском руководстве. Активность на одних постах, осторожность и осмотрительность на других. Все это, конечно, давали ему возможность признания как истинного лидера аппарата. На первых порах своей деятельности Брежнев был весьма активен. Он умел говорить без бумажки, с достоинством держаться. Очень активную роль он играл в смещении Хрущева. Современники считают его человечным, доброжелательным даже в мелочах. Внешне очень привлекательный. Он имел большой успех у женщин. И еще одно качество, которое отличает Брежнева от прежней формации лидеров. У него было много друзей. И Брежнев, по мнению современников, не был опасно тщеславен. Вопреки мнению и желаниям тех, кто выдвигал его после Хрущева, Брежнев смог удерживать пост лидера около 20 лет. И только придя к власти, он начал формировать свою команду. Последовательно вытеснять, буквально выдавливать хрущевскую номенклатуру. Он сформировал свою команду. Некоторые современники называют ее украинской, но по существу это была Днепропетровская команда, в которой он был старшим. И со временем в нее влились Андропов, Громыка, Устинов. Так Брежнев обрел своих сторонников. Он укрепился у власти. Второй образ Брежнева – это марионетка, которой манипулировала ближайшее окружение. Этот образ сформировался во второй половине 70-х годов, когда здоровье Леонида Ильича резко пошатнулось. Стареющий генсек как бы персонифицировал все проблемы советской системы. Он олицетворял собой геронтократию. Восхваление Брежнева, классик партизм-ленинизма, выдающийся деятель ленинского типа, звездный дождь наград, который сыпался на Брежнева, а он получил четыре звезды героя Советского Союза, «Орден Победы». Он получил от Академии наук СССР медаль Карла Маркса как классик марксизма-ленинизма. Получил ленинские премии за брошюры «Возрождение», «Целина», «Малая земля», к которым, кстати, практически не имел литературного отношения. Они были написаны профессиональными литераторами. Специально для Брежнева был учрежден даже памятный золотой знак «50 лет в КПСС». Кстати, потом этот знак не упростили, но он перестал быть золотым. Им награждали обычных граждан, которые пробыли 50 лет в партии. В 1977 году Брежнев занимает второй пост в государстве. Он становится председателем Президиума Верховного Совета СССР. И таким образом в своих руках он концентрирует две ветви власти – партийную и государственную. «В сегодняшнее свершение советского народа есть прямое продолжение дела октября. Это есть практическое воплощение детей великого Ленина». Современники иногда рисуют нам и третий образ Брежнева. Образ сторонника реформ, реформ государственного социализма, но таких реформ, которые не затрагивали бы господство бюрократии. К середине 60-х годов вокруг Брежнева сформировалась группа сторонников из аппарата ЦК и академических кругов. И на мартовском пленуме ЦК КПСС 1965 года Брежнев выступил с предложениями о сокращении директивного планирования в сельском хозяйстве, о предоставлении самостоятельности колхозам и совхозам. Но здесь, как мне представляется, даже неожиданно для него, он получил резкий отпор от аграрной бюрократии, которая привыкла к подачкам из бюджета. И после этого идеи попытался развить и притворить в жизнь Алексей Николаевич Косыгин. Когда позиции Брежнева несколько окрепли в начале 70-х годов, в стране решили готовить пленум по научно-техническому прогрессу. Была создана группа ученых-экономистов, которые готовили материалы к докладу Брежнева. Современники вспоминают, что когда он ознакомился с этими материалами, он понял, что кадров управленческих и кадров ученых-экономистов для того, чтобы реализовать достижения научно-технической революции, в нашей стране нет. Задачи были поставлены, а пути решения были достаточно туманны. Вновь зазвучали общие призывы, вновь заговорили об общем режиме экономии. Как реформатор Брежнев не состоялся. Брежнев не состоялся. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу. Субтитры создавал DimaTorzok